Очень часто у пользователей возникает вопрос, какое количество газа и по какой цене ГВЭЙ необходимо поставить для того, чтобы транзакция успешно прошла, но в то же время для того, чтобы не потратить какие-то свои лишние средства. Попросту говоря, не переплачивать. Если вы отправляете самую обыкновенную транзакцию, то есть отправляете свои эфиры или токены на самый обыкновенный счет обыкновенному другому пользователю, то вам необходимо выставлять 21000 газа. Если вы поставите меньше, ваша транзакция не пройдет. Если вы поставите больше, то весь газ свыше 21000 просто вернется вам обратно. При этом цена ГВЭЙ за один газ, которую вы выставляете, зависит от текущего состояния сети, от ее загруженности и от того, насколько быстро вам необходимо провести транзакцию. Сколько газа, вернее сколько ГВЭЙ за один газ выставлять, в данном случае чуть дальше в видео. Вариант номер 2. Вам нужно отправить транзакцию на смарт-контракт. Вы хотите поучаствовать в ICO и приобрести токены. В этом случае вам необходимо выставить столько газа, сколько указали организаторы данного ICO. Лучше даже выставить немного больше газа. Но имейте в виду, что при определенном стечении обстоятельств вы можете потерять весь свой газ, то есть весь эфир, который вы заплатите за комиссию за этот газ и не получите обратно токены. Не сможете успешно поучаствовать в ICO. Такое тоже возможно. Цена газа ГВЭЙ при участии в ICO, как правило, устанавливается максимальная. То есть вы выставляете такую цену, сколько эфира вам не жалко потратить на то, чтобы поучаствовать в данном ICO. И столько эфира отдать именно в виде комиссии за транзакцию, за свое участие. Как перевести количество газа ГВЭЙ в эфир, то есть понять, сколько эфира именно вы потратите на комиссию. Видео уже записано, оставляю ссылку внизу, смотрите те, кто не в курсе. Хочу обратить ваше внимание на такое понятие, как газовые войны. Газовые войны это когда после начала краудсейла, то есть после начала какого-то ICO, все покупатели начинают отправлять на данный ICO адрес огромное количество транзакций. При этом выставляют максимальную цену газа. Это могут быть сотни тысячи газа, сотни тысячи ГВЭЙ, прошу прощения, за газ. Сейчас делается это, разумеется, для того, чтобы успешно поучаствовать в ICO. Быстрее всех приобрести токены, пока их не раскупили. В такие периоды блокчейн эфира испытывает огромные проблемы. И одно ICO с огромным наплывом пользователей, с большим ажиотажем, может нарушить работу всей сети. Создать огромную очередь из транзакций не только в это ICO, а вообще. В принципе все транзакции в сети начнут выстраиваться в огромную очередь, возникнет что-то подобное, что-то похожее на автомобильную пробку. Организаторам ICO проектов иногда это не нравится и они ставят ограничения на количество газа и цены газа, которые можно выставлять для участия в этом ICO. На это также обратите внимание, ищите эту информацию, исследуйте ей. Если есть какие-то максимальные ограничения, например, на сайте ICO написано, что цену газа максимальную можно ставить 60 ГВИ. Вы должны ставить 60 ГВИ, потому что в противном случае, даже если вы успешно поучаствуете в ICO, ваша транзакция пройдет одной из первых, вы все равно не получите свои токены, так как вы нарушили условия ICO, превысили максимальный лимит газа, который вы туда отправили, или превысили максимальную цену газа ГВИ, которая была установлена разработчиками данного ICO, организаторами. Как понять, насколько сеть загружена в данный момент и какую цену ГВИ необходимо выставлять для быстрого прохождения транзакции в данный момент? Существует очень большое количество различных интернет-ресурсов, например, вот этот, его адрес выглядит вот таким образом, ethgasstation.info. На этом интернет-ресурсе вы можете получить очень полезную информацию о состоянии сети и ее загруженности в данный момент. Давайте разберем несколько моментов. Во-первых, здесь есть функция инструмент-калькулятор, где вы можете указать, посчитать вообще стоимость своей транзакции, то есть газ и сколько вы планируете использовать газа. Пишем, например, 300 тысяч газа. Цена газа ГВИ, которую вы собираетесь установить. Ставим другое и пишем какую-то свою цену газа, ну, например, 40. Нажимаем Submit, смотрим. Процент от последних 200 блоков. То есть, если бы вы поставили такую цену газа 40GW, то из последних 200 блоков вы попали бы в 98%. Неплохо, но, тем не менее, как видите, есть шанс того, что ваша транзакция не попала бы в первый же блок блокчейна эфира. Каждый блок генерируется каждые 15 секунд. То есть, есть небольшая вероятность, что вы бы не попали и вам пришлось бы ждать 15 секунд до следующего блока, в который вы наверняка бы попали, потому что, ну, шанс 98%. Транзакции такой же цены или цены выше в данный момент в пуле, 3. То есть, сейчас в очереди транзакции, которые есть в блокчейне, есть всего 3 транзакции с комиссией такой же, как у вас 40GW или больше, чем 40GW. Тоже неплохо, вы практически не в очереди находитесь, но в то же время нельзя сказать, что ваша транзакция самая дорогая. Примерное время блоков подтверждения, 2 блока, то есть, 2 блока это у нас 30 секунд. Ориентировочно такая ваша транзакция подтвердится в данный момент при текущей нагрузке блокчейна в течение 2 блоков, это 30 секунд. Ну, здесь вот указано 28, примерное время подтверждения. Цена транзакции в эфирах и цена транзакции в фиате, то есть, в долларах США, исходя из текущего курса. Такая транзакция стоила бы примерно 6 долларов и 17 центов. И основная вкладка, main page, основная страница. Здесь размещена более подробная информация о состоянии блокчейна эфира на данный момент. Стандартная или средняя комиссия в блокчейне сейчас составляет 2 с небольшим цента или 2 газа гуэй. Безопасная цена, то есть, чтобы ваша транзакция сильно не зависла, составляет в 2 раза меньше. Среднее время ожидания транзакции среди всех 44 секунды. Среднее время ожидания в блоках 3 блока блокчейна. Сразу обращу ваше внимание на то, что данная информация, она очень приблизительная. Она постоянно меняется. И иногда, в некоторой степени, даже немного себе противоречит. Так, если прямо сейчас начнется какое-то очень ажиотажное ICO, то вот эта вот копеечная сумма может превратиться в доллары очень быстро. Смотрим далее. Использование газа в данный момент 92%. То есть, блоки заполняются не полностью. Поэтому очереди транзакции практически и нет. Исходя из этих данных, мы видим, что при цене газа всего лишь 1 ГВЭЙ транзакция будет подтверждаться до 30 минут. При цене 2 до 5 минут. И при газ прайс 4 ГВЭЙ до 2 минут. В данной таблице вы можете оценить количество транзакций и их цены. Так, например, в данный момент за последние полторы тысячи блоков в блокчейне примерно 20% транзакций имеют цену равную или даже меньше, чем 1 ГВЭЙ. 30% транзакций от 1 до 4 ГВЭЙ. 20% от 4 до 20 и так далее. То есть, всего лишь 5% транзакций имеют цену больше 50 ГВЭЙ. В этой таблице примерное время прохождения транзакций при цене меньше 1 ГВЭЙ. Оно составляет до 200 минут. При цене в 1 ГВЭЙ примерно 2,5 минуты и так далее. Как мы видим, нагрузки на сеть в данный момент никакой и цены очень низкие. Если вы отправляете обыкновенную транзакцию на обыкновенный адрес, вам достаточно поставить буквально 3-4 ГВЭЙ и ваша транзакция пройдет меньше, чем за минуту. Почему в сети существуют транзакции с ценой меньше 1 ГВЭЙ за газ? Ведь если посчитать, цена транзакции с 1 ГВЭЙ в эфире будет очень низкой, совсем копеечной. Но почему люди ставят еще меньше? Ведь тогда они могут попасть в очередь. Дело в том, что блокчейном эфира пользуются не только люди, но и децентрализованные приложения или у людей работают серьезные смарт-контракты. Вот представьте, что вам нужно отправить какое-то огромное количество транзакций, то есть разослать какие-то средства, пусть и небольшое их количество, но на большое количество адресов, этих адресов тысячи и тысячи. В таком случае, если даже каждая ваша транзакция будет стоить по 3-4 ГВЭЙ, в итоге вы потратите на комиссию очень много, так как транзакций просто огромное количество. В этом случае вам гораздо выгоднее поставить цену очень-очень низкую, там 0,01 ГВЭЙ. Да, такая транзакция будет идти очень долго, ну это я, наверное, преувеличил, допустим, поставить цену 0,1 ГВЭЙ, и такая транзакция будет идти, возможно, очень долго, она будет подтверждаться там минуты, десятки минут, но в итоге она дойдет до получателя, а вы не разоритесь, отправляя такие транзакции. То есть вот эти вот 20% с ценой равной 1 ГВЭЙ или меньше одного, это, скорее всего, транзакции не просто людей, а работа децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Так, если мы опустимся ниже, то здесь мы видим 10 самых крупных майнинговых пулов в эфире. В этой колонке отображено процентное соотношение всех блоков, которые они майнят в блокчейне, то есть всего блоков, естественно, 100%. Из этих 100% вот эти 10 самых крупных пулов майнят примерно, ну, процентов 95-98, да, исходя из ситуации. Вот мы видим, что у нас есть пул Эзермайн 25%, F2 пул 18%, и берем еще нано пул 15%, и вот уже эти три пула, как мы видим, имеют большую часть майнинговых мощностей в сети эфира. Вот об этом и говорят, когда говорят о централизации майнинговых в алгоритме Proof of Work, если вы понимаете, о чем я. Lowest gas price, то есть минимальная цена газа, с которой данные пулы работают. Средняя цена газа, гвей, в транзакциях, которые собирают данные пулы. Здесь, как мы видим, данные цены очень сильно отличаются. Например, Эзермайн в среднем берет 11 гвей за газ. В то же время вот этот майнинговый пул, очень жадный, он берет целых 40 гвей, то есть он практически не собирает в свои блоки дешевые транзакции, он их откидывает. Если вдруг блок будет собирать вот этот майнинговый пул, а вы отправите свою дешевую транзакцию, то очень велика вероятность, что он его просто не возьмет. Следующая табличка. За последние полторы тысячи блоков наименьшая цена газа гвей 0. Такое бывает как в блокчейне биткоина, так и эфира, когда майнятся вообще пустые блоки или вот подобные транзакции. Наивысшая цена газа гвей 2686 гвей. Это огромная сумма, особенно если количество газа было большое, умножаем вот на эту цену гвей, мы получаем просто огромную сумму, как вы понимаете. Возможно, кто-то просто ошибся с бегунком. Дело в том, что бегунок, например, на том же Майзер Уоллит, можно изменить, изменить его максимумы и минимумы, то есть не 99,1, а увеличить его до любой суммы и уменьшить, соответственно, до любой. Медианная цена газа, то есть в среднем цена газа в последние полторы тысячи блоках, в последних полторы тысячи блоках 4 гвей. Очень высокая цена, то есть в среднем сейчас сеть не загружена. Все очень хорошо. Наименьший налог на транзакцию 0, это то, о чем мы уже говорили. Вот здесь цена газа. Наибольшая цена, наибольший налог FI 29 долларов. Всего транзакций проведено за последние полторы тысячи блоков, 191 988. Процент пустых блоков 0, процент полных блоков 85. Вот как вы видите, есть некоторые противоречия в информации. Можно ориентироваться на этот сайт, ориентироваться на показатели, которые указаны здесь, и исходя из этого устанавливать цену ваших транзакций. Если в этом видео вам что-то или вообще многое непонятно, внизу оставляю ссылку на более подробное описание более простых вещей, таких как газ ГВЭЙ в эфире, как их выставлять, какое количество и для чего они нужны.